А колонны кто? А как несколько, 5, 10, 20 поколений? Колонны же только прививками. Как они сохранили новое качество? Это что, не генетика? Это что, не это самое? Не генетика, не генетика, а? А кого я спрашиваю? Пришло такое время, просить некого. Я почему Савин Савиневич сношусь, как с писаной тормой? Кто дальше-то будет этим заниматься? Хотя бы поймет это все. Как железо Латенков, химеры. А как колонны, так откуда же они взялись-то? Ментор. Ментор как появился, так исчез. Сейчас, влияние есть, изменились. Влияние сердца должны были вернуться в нормальное состояние. Почему не вернулись? Ах, я разошелся. Ой, как вы меня еще терпите? Последнее. У нас сегодня еще меньше мыть. Потому что нас вообще было мало. А или я на всякий случай взял. Посмотрите, я имею право, я железо, вырастить колонну. Вы думаете, я и так и делал? А это у нас сама растла вверх. Посмотрите, сбоку, видите, веточки? Вот они. Как, знаете, как я загубил? Кушать-то хочется? Это была моя самая колонистая из колонн. Хорошо сказал, да? Самая колонистая из колонн. Моя гордость. Вот я сказал, раз, два, справа вот она, еще три. Я их отрезал. Я загубил это дерево. Потому что они и так на самом пределе. Это же Сибирь. Кто мне в сказке рассказывает, что у меня климат как на Украине. Ага, сейчас. Вот спор с чем кончился, с тотальным этим самым. Заслуженный, агроном, т-т-т. Я уж не стал его позорить, 80 лет, когда исполнилось. 70 лет позорную статью про меня напечатал в газете. Про Железова. Назвал Валеркой. Сволочь. А потом 80 лет, опять. Не зная, что меня в 2005 году меня выжгли в прямом случае с острова. А там микроклимат. Действительно, с двух сторон вода теплая. Там микроклимат. От меня выжили оттуда. И через 20 лет, когда я оттуда вынужден был уйти, через 20 лет, он мне пишет про, что у него климат благодатный. Ничего не знаю, не понимаю. Вот еще 80 лет. Не говорю, что мозги потерял. Просто вот человеку ненависть. Вот знаете, если ты доктор науки, если ты этот самый, как сказать, заслуженный агроном. Самомыслия нетерпима, что человек может вот это создать. Нет, надо сказать, что у меня климат мягче, чем у него, в Татарии. А потом мне пришлось климат сравнить с московским. Средний зимний на 8 градусов. Это что, шутки? На 8. Вот я говорю, а те, посмотрите на эту колонну. Легко ее потерять, если бы мне жизнь заставляла вот эти ветки продавать. Но зато я лишний раз убедился. Изучил колонну. Перенес нам по карате. Тоже ведь, смотрите, корневые отводки. От яблони, от сибирок. Но корни настоящие. Не вот эти дебильные, от этих самых, от палок. Перед вами моя племянница. Два с лишним месяца назад сделана фотография. Приглядитесь. Это есть не к Юле приглядывайтесь. Вот. А вот сюда приглядывайтесь. Вот сюда. Вот видите. Сейчас они продолжают расти. Это самосев. Это мои золотые, как золотые слидки, золотые самородки. Вот. Здесь уничтожены тысячи. Потому что вот тут вокруг я кашу. Только присвоенные круги я не трогаю. Хотя их полно и вокруг, прям в этом. Косьбе. Вот. А годом раньше несколько тысяч скосил помощник Сергей Андрей. Хороший парень, но. Я не успел упорядить. А что толком? Ну, купят десяток у Юли. Вот таких вот. Это не все. Но, еще раз. Самосев, самое ценное, которое уже точно никто не убьет. Я недавно, вчера или позавчера? Вчера, кажется. Кажется, вчера я с вами ходил по саду и делал фильм. Вы заметили одну вещь? Нет? Вы заметили, что я показал все пни. Там, где я спилил вот такие вот 20 лет, от Василия, 30 лет, абрикосы. Ну, там пара муров попала, серафим попал. Еще что-то. А ну, в основном манджурцы. Так. Они все в обросли. То есть, убить их невозможно. Их можно только сгноить. Ну, я же их садил-то на холмы. Вот. То же самое я вам скажу. Они дали вот этот самосев. Вот это ваше счастье, это ваша надежда. Вот, друзья. Хотя я знаю, что после этого обращения, в лучшем случае, один человек кто-нибудь заказывает. Ну, время такое. Вот. Слушать, да. Многие рожденного рода заказывают, не-не. На рынке его купят. Итак, Мельника Юлия Сергеевна. Вот этот номер, только чтобы с ней поговорить. Юлия Сергеевна, здравствуйте. Вы такая замечательная помощница уже. Значит, вот я по этому номеру вам звоню. Я хочу заказать 2, 3, 5 этих самых манджурских абрикосов. В данном случае это манджурцы. Вот. Ну, она вам скажет. Тут может назвать цифру 500. Может посмотреть потолок, сказать 600. Вот. Но это еще не все. Ниже продолжим эту торговлю. Груша мраморная. 300 грамм. Это не предел. Я просто... Помните разговор? Ну, вы хотя бы по одному сорту рекламируете или как? Нет. Хотя бы по одному сорту. Знакомьте нас. Ну, вот она Сибирь. Одна из выдающихся сибирских сортов. Так. Весит в данном случае 300 грамм. Вот. Когда большой урожай, они поменьше. Вот. Когда маленький урожай. Вот. И, знаете, из семья Жестовских, я же люблю схватиться со своими друзьями. При любом случае Латинкову, Галю вспомню. При любом случае вспомню, значит, Жестовскую Таню. А это уникальная женщина. Так вот, Жестовская. И... Ну, у меня так получилось, что из тысяч фотографий памяти нет. Ну, где бы тут эту фотографию найти? Вот перед ними ящик. А в ящике мраморная. А я когда подошел, самая крупная мраморная была больше этой, почти два раза. Ой. Это было чудо, когда я взял им руки 500 граммовые. Ой-ой-ой. Вот. А у меня они поменьше получились. Вот. И... Как бы это сказать-то? Ну, и еще будет фильм. Я вам прям с дерева покажу. Чтобы вы не думали, что я на рынке покупаю. Вот. Я вам прям на дерево покажу мраморную. Да и не только мраморную. Я вас просто знакомлю. Почти ничего о ней не знаю. Вкус специфический, как говорил Райкер. Помните? В его интермедии. Вкус специфический. Значит, морозостойкость достаточная. Для моего региона точно. Вот. Урожай хороший. Не средний, а... Ну, только что поменьше, когда большой урожай. Вот. Что еще сказать, даже не знаю. Прививка. Опять же, на уссурийскую грушу. Все. А это я похвастался. Пока одно оторвал. Вот. Теперь наоборот. Вот антиреклама. Значит, обратите внимание на форму этих груш. Это очень важно. Видели? Я не поленился, а одну взял. Сейчас будет и смех, и есть только выражение. И смех, и грех. Смотрите, вот она, да. Обратите внимание. Она специфическая. Она специфическая. Только не вкус специфический. Вкус у нее не очень. Она специфическая по форме. Видели? И получилось следующее. Такую грушу заказал со Смоленска. А отдельно от меня. Боднер. Как он плевался. Смоленск. Юг. Да что они такая. Ну, он же растил. Да по отношению. Это же я его понимаю. Я сам не молод. А он еще меня старше. Как он плевался. Что же это? Несъедобно. Раз. И дальше. Чернобаев. У тебя откуда, говорю, это? Как называется? А он говорит, Смоленска крупная. Я говорю, так у меня Смоленска тоже. У тебя съедобно? Он говорит, нет. И у меня нет. И у Боднера нет. Ну, то есть. А потом я несколько раз встречал под разными названиями форму этой груши в разных этих. Ну, еще были бумажные. Помните, бумажные проспекты. Вот там я видел. И не буду называть крупной питомники, которые ее специально выращивают. У него растойкость выше среднего. Понимаете? Вот. И я на нее уже гляжу. И у меня сразу уже кислота во рту. Когда инстинкт по Павлову. Как у собаки Павлова. Только увижу ее где-то на картинке у какого-нибудь в рекламе плодопитомника. Поняли, да? То есть, на всякий случай, берегитесь ее. Но дальше это о плохом. Это первое о хорошем. Значит. У меня два примера. Еще вегетативные гибриды. Но рядом, как у Мичурина, рядом поставили. Его же не просто так сказали. Все, ты теперь крутой. Его назначили этим главным садоводом в России, да? Его академиком назначили. Он же диссертации-то не писал, как другие. Напишут. А толку от них, как от козла молока. Вот. Нет. Он настоящий садовод. Но когда ему расширили, дали деньги, дали землю, дали все. Коллектив. Его представили. Этого самого профессора. А мне никто не хочет представить. Я бы не отказался. Которому бы я вот это показывал. И он пофиксировал. Вот два примера свеженьких. В этом году необычайная дичайшая жара. А грушу эту я привил в трех местах. Так. Жара дичайшая. И две остались несъедобные, как были. А третья стала сладкой. Значит, у меня случилось следующее. Последнее, когда приезжали засаженцами. То ли барнаульцы, то ли абаканцы. Я уже не помню, в какой последовательстве. Я их угощал грушами. Вот. И я демонстративно на их глазах я подходил. Они лежат ковром. Это была моя ошибка. Вы понимаете? Железов на 75-м году жизни ошибся. Вот. Я говорю, вот эти берите. Ну, вот такие с собой фотографии. Я говорю, ладно, берите. Вот они лежат. Ну, некоторые уже попользились немножко. Вот. Некоторые упали в мягкую травушку. Цельники. Вот. А на дереве остались. На верхушках хрен дотянешься. Вот. Вот эти берите. А вот эти нет. Я демонстративно вот эти начал раздавливать. Давил, давил. Они... Стой, 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 стой. Берут, пробуют. А они, говорят, сладкие. У меня... Это второй случай. Когда-то я так же накололся, нарвался на этих, кто похвалил жердели, абрикосы, которые я запрещал кушать. Они сказали, что слаще не ели. Теперь тоже сладкие. Когда гости уехали, я вернулся, попробовал, блядь, ну, конечно, чуть не выматерился. Вы не слышали. Почти такая же... Ну, чуть-чуть уступает ладе, чуть-чуть воронежской. Чуть-чуть там уступает, допустим, там, беляральний. Чуть-чуть уступает, допустим, еще десятку сортов. А, ну, и вполне съедобное. Я стою возле дерева. Опять нарвался на это. На вититинги визации. Чем отличается это дерево, на котором оно стало сладкое, от двух других? Да, дикая жара. Сахар максимально. Уже раз. И второе. Рядом с ней еще пять сортов. На этом же дереве. Перенял или не перенял, а от других вкус? Да наверняка. А я-то ее топтал, топтал, чтобы они не ели. Причем топтал демонстративно. Вот смотрите, какой я крутой. У меня тут вкус не устраивает. А она оказалась вполне приличный вкус. Сегодня нанял, косить у меня здоровья нет. Одного старого знакомого Николая. Приходим туда. Эти осенние груши еще твердые. Зимние еще твердее. А летние кончились. И одни вот эти вот висят. Я говорю, Николай, ну-ка попробуй. Мне уж тебя угостить-то. Ну, заплатил ему, все заработал. Ну, косить-то он попробовал, говорит, вкус твоя груша. Будешь брать? Буду. И набил этими грушами это. Это раз. То есть, оказывается, она может меняться. А у меня же свидетель, ну-ка сказать, это же дегустаторы. И абаканси дегустаторы, и мой друг Коля дегустатор. Идем дальше. Я у Чернобаева. Вот мне профессор нужен рядом. Чернобаев эту же самую грушу, несъедобную, привил. В свое время рядом висит, забыл, какая сладчайшая груша. И вдруг он мне говорит, Эх, Константинович, зря я тебе не показал. Нам попробовать, той уже нету, а это есть культурное. Я попробовал, выпрыгнул. И уже он, не я, который сдвигал это, А он-то нормальный мужик. Он художник, он волшебник. И вдруг от него я услышал эти слова. Ребята, я обращаюсь к тем, у кого сельхозобразование. И просто тут среди моих друзей, строителей, дальнобойщик, они ничуть не хуже меня разбираются. Так вот, друзья мои. И Алексейка, друг мой. Вот. Я услышал из уст волшебника Чернобаева эти слова. Попробовал, Константинович? А сказать, что получилось. Эта груша Смоленская соседнюю ветку, где сладкие были, сделала их не сладкими. И я ее только сейчас выпрыгнул изо рта. Я говорю, ну вот же, вот же, пример. Там вкус улучшил, тут улучшил. Там вкус улучшил, тут улучшил. И таких примеров, если бы заниматься, где профессор, который должен в моем саду девать ночевать? А? Вопросы риторические. Прочтите словаре, что значит слово риторические, и вы поймете. Вопрос глупый. Так. Ну что, будем заканчивать. Я обещал чуть-чуть даже покороче делать. А у меня тем, сколько... Так. Это гигант подмосковья плоды 300 грамм. Ну, может, 250. В процессе этого самого. Гигант познакомил. Ну, дерево мертвое, полумертвое. Я вначале, как получилось? Видите дату? Я вначале приготовил вот какое замечательное дерево. Это, значит, территория Чернобаева. Это мой любимый сорт. Полученный у меня от Мараковской Ирины. Вот. Из Москвы. Мы оба счастливы. И буквально через день дерево рухнуло. А вот это было еще живое. Это я готовил к юбинару. Понятно? Показываю второй раз. Это, чтобы вы поняли. Жуткая история. Впервые в моей практике дерево, плоды, куда они такие огромные. Вы поверите, что плоды были до 550 грамм. Я когда свою взвешивал, у меня получилось 500. А Чернобаев волшебник, и куда мне до него-то? Он же волшебник, он же художник. А у него 550. Представь себя практически еще в два раза больше. Разве это выдержит? А вот когда я специально говорю, я горжусь своими друзьями, ребята. Он на меня злится. Да не надо мне это. А вы знаете, у него теперь сколько своих. А приезжает, а угощает, а продает. Уже на рынок привезет, открывает величайшую тайну его. Соберет несколько людей. Отвезет на рынок. По 500 рублей сдаст. А раз у него, по эти торговцы, женщины на рынке берут на перепродажу. Представляете, какая красота? А ему зато не мучиться. 500 рублей ведро, 500 рублей ведро. Мне таких ведер, наверное, не одна сотня получается. Вот я его выдал. Вот так вот. Вот так вот. Так, прошло полтора часа. Итак, лещина. Это все, что мне удалось собрать. Скажу несколько слов. Точно так же, как я рассказывал о некоторых своих сортах. Вышел. У меня умирает дерево. Настоящий фундук. 12 лет назад куплено в Москве. От скуки ходил. По Москве. Вот. Продавались саженцы лещины. Я... Ой, саженцы фундука. Я купил из принципа. Тут надо было им заниматься ранированием. Но, во-первых, я так и не научился и ни разу не попробовал укоренить. Если бы я укоренил фундук, потом второе поколение, еще я бы, конечно, добился, чтобы крупные орехи были бы в Сибири. Для меня это... Дело техники. У меня просто не хватило ни сил, ни возраста. И так лещиной проще. Лещина – это дикая форма фундука. И она умудрилась те, которые их умудрились привезти в Сибирь, именно как лещину. Не как это. Фундук замерзал у всех. А лещины нет. Вот. И даже адаптировать не пришлось. Ну, по крайней мере, в моем районе от меня где-то 300 метров до Енисея. По крайней мере, вот тут. А так получается, что во многих местах, даже в Сибири, помните про тепловые подушки, помните близость ГЭС, сколько у нас этих гидроэлектростанций, помните это самое городскую черту одноэтажных районов. Везде может расти лещина. Покупайте. Костико 20 рублей. Теперь вы скажете, а мне надо как-то немножко с агротехникой разобраться. Я пробовал разобраться. Две крайности. Но, будучи мальчисткой, она прекрасно сходила, будучи просто, ну, тогда ее с тысячи падало. А мы ее грызли, ели, грызли, ели. Вот. Потом уходила она в зиму что-то. Весной мы опять ходили, ее искали. То есть, она только росточек даст, росточек, а меня научили. Дерг за росточек, и еще только раскрывшийся чуть-чуть, орешек чуть-чуть раскрывшийся, вылазит, до конца уже пальцами свободно, он уже лопнувший. Раз, а там еще целенький этот, целенький ядышко. И съедаешь. Вот так мы весной паслись вот этой весной орехом, лещиной. Ладно. Это, это детство, это то, что я запомнил, что в сходе даже не будучи посаженным, а просто самосев. Дальше. Две крайности. Первое. А когда у меня она дала первое рожжение, я вначале обрадовался, думаю, ну вот будет сажиться на продажу. Вот. Нет, второй или третий рожжение. Это некогда было. А потом вижу, постоянно рожжение дает. Почему не попробовать? Один куст, а он плодоносый. Он самоплодный. Я тогда посадил целую грязку. Танцировал два месяца. Кто меня учил, да никто. Привычка. Два месяца. Ни одна не взошла. Вот. Но, когда я весной подошел к этому дереву, где-то в мае, в июне, еще до первого покоса, я увидел, что те, которые я не собрал, а сейчас же упало, они прекрасно взошли. Прекрасно. Причем, я бы не сказал, что там, наверное, почти все взошли. Потому что не так много я оставил без внимания. То есть, я-то собрал, ну, какие-то падали, какие-то уже до меня упали. Взошли. И тогда сказал я себе, ребята, тот, кто купит по 20 рублей эту личину, вот это орешек. Минимально это, сами знаете. Вот. Сколько это стоит по 20 рублей. И тогда мой совет. Садите без сертификации. Это короткий совет. Может быть, надо увеличить срок сертификации. Не знаю. Больше я не пробовал выращивать. Одна неудача, и руки опустились. А когда она сама всходит, значит, что остается? Садить перед зимой. Так. Такой же случай у меня был это. Вы знаете, у меня вот две крайности, но как их совместить? Сейчас я буду заканчивать. Итак, вылочная вишня. Я ее много рассылаю. У меня есть на прививку персиков вылочная вишня. Есть вылочная вишня, просто сладкая. Все это есть. Костки. Все заготовлено, все добротно. Вот. У Сергея всхожесть вот такой, с такой щеткой, знаете, почти как вот щетка по этому, в которой мы одежду чистим. Вот так густо всходит. Это у Сергея, это мы. Это мой ученик. А другие, не взошла, не взошла, не взошла, не взошла. И так его много. Или одна из двадцати. Тогда я вспоминаю, как я начинал. Лет почти сорок назад раздобыл первые саженцы. Еще не самые сладкие были. это, значит, вот я дождался плодношения. А так как, а витаминоз, а так даже в магазинах-то шаром покатить. Ни яблок, ни груш, ничего. И вот они первые, урожай, вот они первые с вишней, они самые первые согревали. Если лето жарко, в середине июля, и мы их ели, 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 и плевали тут же. Но следующий год, хотя, это самое, мы же грядку не готовим, вокруг этого дерева, где мы наплевали, густой щадиной стояла эта самая волосы ришня. Просто мы ходили, топтали, и каблуками вдавливали в землю. Все. Намек поняли. По крайней мере, половину садите под зиму. Но бойтесь мышей. Ну что, друзья, будем заканчивать. Опять я многого не сказал. Например, вот это. Вот так выглядит мой холодильник. Половина холодильника. Смотрите сюда. От самых мелких. Вон они, манчжурцы. Смотрите. Манчжурский абрикос, сын. Сын. Номер 4, 24-й год. Вспоминаем. Я хожу с вами по саду, подхожу к номер 4, абсолютно сладкие, желтые плоды. Абсолютно. Ну, я понимаю, жара. Понятно, что годом раньше он не был таким сладким. Жара дичайшая. Но чтобы манчжурский абрикос стал абсолютно сладким, вы эту банку видите? А сколько она у меня стоит? Фильм был снят. Когда? В июле месяце. Сейчас уже сентябрь. Хоть одну косточку купили. Правильно. Вот они все. Целые доедино. Намек поняли? А? А я плачу за все. Я много за что плачу. Поэтому, если кто-то думает, что я 25 рублей за косточку взял, у меня 25 рублей в кармане, вы очень ошибаетесь. Вот. Очень. Поэтому давайте так. Кто меня видит, кто меня слышит, начинаем от самых этих сыновей манчжурцев. Есть и чистый манчжурец. Ведь умудрился манчжурец дать все-таки эту самую выражать. Он уже на исходе. Пару лет дал. Вот. Чем я горжусь? На 40-м или на 41-м году жизни. Дальше. Чуть крупнее. Так. Это пошли амуры. Чуть крупнее. Ну, вот. Давайте, что тут написано? А? Химера фаины. Во! А чем химера хороша? Самое урожайное дерево в этом году. Химера, которая не имеет права жить. Которая уже 10 лет живет и умирать не собирается. Это же химера. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у-у-у. И вот она вот дала самый лучший вырожай. Да, ветки ниже прививки. Да, манчжурец. Но 40 грамм и чисто сладкий. Вот он. Нижний, правый. А вы думаете, это все еще есть? Просто, видите, они уже расфасованы по 10 штук. Вот верхние не расфасованы, а нижние расфасованы. Смотрите. И дальше, смотрите, ассорти пианиста. Сад пианиста, я его предназначаю, друзья, для самых южных краев нашей России. Во-первых, там, где них хрена почему-то не растет. Вспомним, в Сочи, где не могли найти ни одного абрикоса. В Ростовской области ни одного абрикоса. Но там-то можно не бояться крайних морозов. Чем отличаются эти же саженцы, эти же в саду моем и в саду пианиста эти же самые вот они. Видите, какие крупные? Заметили? Посмотрите, крупничок. Вот. Они отличаются тем, что рядом с ними не растут дикарей. И если у меня бывало так, что ой, долго, я все рассказывал. Короче, 120 грамм вот, допустим, вот эта косточка, а вырасти может 100 у потомка плоды 80, 60, даже 40 может вырасти. А у пианиста-то у него нет, у него второй папа такой же культурный. Догоняйте, значит, мы в Ростоке сегодня пониже, но Ростовская область, ну, Сочи-то, ну, а? Друзья мои, у меня же есть клиенты были с Южной Осетии, Северной Осетии, пусть по одному, Кабарда, Дагестан, вот, и я молчу про этот самый, наши Южные приграницы области. Все, высказался. Вот, налетай, но не подешевело, но не подорожало. Который год все держит 25 рублей. Вот, и забыл сказать, среди них верхнее право, это супер, академик относится к суперсортам. У меня еще четыре таких, эти по 30 рублей. с них можно такое чудо вырастить. Вот, что интересно, да, какая великолепная всхожесть у моих косточек. А? Лежат лишние, собирая уже гнилые. Мякоть вся, естественно, не используется, вся уходит в этот. У меня ведра, ведра, ведра по всему саду раскиданы, как отходы, мякоть от них. Вот. Схожесть высочайшая, высочайшая. Ну, естественно, надо стратифицировать. Но, если садишь под зиму, то на ваш страхе риск. Итак, от таких, как мальдурцы и до самых роскошных. Посмотрели, полюбовались. И самое главное, сад-то настоящий. Это вам не за основные казачки с этого. Фотографии с интернета. Ах. Дальше начинается та теория. Но не каждый раз хочется это читать. Вот. Ой. Покажу этот тихий ужас, а подробнее потом. Вы видели этот ужас? Вы понимаете, каким надо быть? Заметьте, ни одного оскорбительного слова, ни одного мата. Вместо слов. Заметьте, она с землей контакта у него нету. Посмотрели? Увидели, что она умирает? Все, дальше не могу уже показывать. Я уже видеть это все не могу. Почему не научат хотя бы специалистов, хотя бы это? А знаете, почему? Они их научили, только научили это самое, как деньги потратить. А так, это же сколько стоит это дерево, твою мать? Видите, почему это? Сколько денег вложено вот в это дерьмо? Дерево, говорим, это, в кладбище для саженцев. А? И это по всей стране. Я показывал эти, помните, красили в зеленый цвет, и в этот малый цвет. Дикоросы красили. Дикие деревья в скверах, сволочи. О, и все, молчу. Брат опять отругает. Так, ну что, заканчиваем? Так, ну, 15 минут не дотянули. Вот. Видите, сколько надо, сколько надо знать? Сколько надо знать? Сколько надо знать? И чтобы персики расследовали, надо знать. Вот. И как перевать, надо знать. Вот. И чтобы дети в садах росли. Я сказал этой девочке, Маше, говорю, Маша, возьми меня в деды, а? Согласилась? Какая прелесть. Вот. Ну, вот, наверное, на таком снимке надо закончить этот. Ну, ведь много плохого сказал, много грязи вылил на этих самых, мягко говоря, на неадекватных оппонентов. Ну, заканчиваем-то его, посмотрите, какой фотографии, да? Всё, мы с вами переходим. Там много ещё ценных этих, это маленькую часть я только рассказал. Вот. А от вас просьба, пожалуйста, ну, неужели трудно эту же ссылку разослать по друзьям? Ведь я же ничего не сказал лишнего, я же берегу сады, я же учу вас беречь, не тратить зря силы, не тратить зря эти, а то начинается профилактическое опрыскивание. Ещё только отсветение уже три опрыскивания, да ты что это? Всё, переходим. И расстаёмся на пять минут. Так, сейчас мы с вами вот сюда попадём, продолжить. Ох, с этим рутубом. Потеряли всё, растеряли всех своих. Ютуб подвёл и рутуб подвёл. Вот. Ну вот, смотрите, я сюда не смог попасть. Почему? Вторая попытка. Ох, как же мне в комнату попасть к себе в комнату. Если что, буду просить помощи у брата. раньше вот так попадал. Вот так. Ну, допустим, допустим, вот здесь попробуем зайти через контакт. Попробуем зайти здесь. может, просто медленно и такое может быть. Так, вебинары. Здесь опять тот же бизон. Ну-ка. вебинары. нет, ура, здесь открылось. Вхожу в комнату. Ага. Так, ну что, нас мало, мы в темнецках. Ребята, пять минут остаемся. Надоел вам. Будем надеяться, что вы разошлёте и у нас хотя бы, я смотрел первые вебинары, ну там 600 просмотров, 800, 1200. А сейчас это уже стыдно должно быть не только мне, а стыдно и вам, что не помогаете рассылать. Я на кухню. Пять минут. Продолжение следует...